Новый оператор школьного питания во Владивостоке межрегиональная кейтеринговая компания предоставила родителям возможность оценить рацион школьников лично. Мы очень рады проведению такого мероприятия. Мы надеемся, что это не последнее мероприятие в нашем городе. И такие мероприятия будут проходить у нас в каждом районе нашего города. После этой дегустации все родители им выдали анкеты, они заполнят эти анкеты. И компания, поставщик услуг питания, они обработают эти анкеты, выявят вкусовые органолептические качества тех продуктов, которые были представлены и поймут, понравилось ли родителям или не понравилось. И в случае, если не понравилось, может быть, они смогут поменять свое меню и предложить какие-то новые блюда для детей. Первую такую проверку приняла школа номер 82. Здесь мамы и папы смогли лично оценить школьные обеды и завтраки. Конечно, это интересно. Во-первых, знать, чем питается твой ребенок, потому что младшая школа питается вся в обязательном порядке, бесплатно. И как родителю мне, естественно, интересно и важно, что ест мой ребенок. Вообще, в принципе, по вкусу, вот как хорошая домашняя еда. Все калорийное для того, чтобы подзарядиться энергией ребенку и пойти дальше бегать и заниматься, и чтобы в мозг поступала какая-то информация, то есть вполне. Проекты такие нужны. Хорошо, что родительский комитет будет ходить раз в месяц проверять продукцию, потому что то, что в любом случае предлагают на дегустации, в любом случае это будет отличаться от того, что будут потреблять наши дети. Продукты разные, постоянно привозятся. Хорошо, если они будут свежие постоянно. Дети будут получать свежее питание, свежую продукцию. Отметим, межрегиональная кейтеринговая компания при поддержке администрации Владивостока запустила сезон регулярных дегустаций по проекту родительского контроля. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.